Качество лучше, затрат меньше. Новости, фото, видео читай, комментируй, смотри и качай сколько хочешь. Тем, кому всегда нужно больше, интернет-провайдер Вектор дает новые тарифы и Wi-Fi роутер бесплатно. Интернет-провайдер Вектор. Интернет для всех и для каждого. Телефон 754000. На телеканале «Звязда» информационно-аналитическая программа «Альтернатива» в студии Юлия Рубцова. Здравствуйте. Никто не забыт, ничто не забыто. В 2020 году Беларусь наряду с другими странами отпразднует значимую дату 75-летия победы в Великой Отечественной войне. 1418 дней кровопролития унесли жизни каждого третьего белоруса. Немецкая оккупация на белорусских землях длилась более трех лет. Освободительная операция «Багратион», в результате которой территория нашей страны была очищена от врага, стала одной из крупнейших стратегических операций в годы Великой Отечественной войны и блестящим образцом военного искусства. Состояние белорусских земель накануне крупнейшей освободительной операции «Багратион» было удручающим. В результате трех лет немецкой оккупации страна была сожжена и разграблена. Гитлеровцы уничтожили более двух миллионов военнопленных и мирных жителей. Тем не менее, белорусы сражались. По всей территории страны действовала широко развитая партизанская сеть, включавшая примерно 140 тысяч человек. К лету 1944 года линия фронта подошла к рубежу Витебск-Орша-Могилев-Жлобин, образовав огромную дугу, обращенную вглубь СССР, так называемый Белорусский балкон. Немецкое Верховное командование уделяло обороне этой территории исключительное внимание. Она защищала дальние подступы к Польше и Восточной Пруссии. Освобождение Белоруссии называют еще пятым сталинским ударом. И это неспроста, потому что с освобождением территории Белоруссии, в принципе, уже были открыты ворота дальше на Европу. Это понимала и нацистская Германия, вермахт, это понимал и генеральный штаб, и вооруженные силы Советского Союза. Немецкая военная машина работала безотказно. Оборонявшая Белоруссию, группа армий «Центр» имела в своем составе около 900 тысяч человек, до 10 тысяч орудий и минометов, 900 танков, 1350 самолетов. Тем не менее, противник не имел никакой информации о времени и месте готовящегося к крупномасштабному наступлению. Общее количество советских войск составило около 2,5 миллионов человек. В тылу врага действовали 150 партизанских бригад и 49 особых отрядов. Операция «Багратион» началась 23 июня 1943 года массированным ударом в районе Витебска. Областной центр был освобожден 26 июня, 27 июня Орша, 28 июня Могилев, 29 июня Бобруйск, 1 июля Борисов. 3 июля от фашистско-немецких захватчиков была освобождена столица Белорусской ССР – Минск. 4 июля в ожесточенных боях советские войска очистили от врага Полоцк. Город Полоцк, освобождение его характеризуется значительными потерями, потому что было создано несколько линий обороны нацистской Германии, привлекалось местное население и, в принципе, уже с 1943 года линия обороны начинала строиться. Освобождением Полоцка завершился первый этап стратегической наступательной операции «Багратион». Группировка армий «Центр» потерпела полное поражение, главные ее силы были разбиты. Освобождением 28 июля Бреста завершилось изгнание немецко-фашистских захватчиков с территории Беларуси. Линии фронта вышли за пределы Беларуси. За мужество и героизм, проявленное на белорусской земле, более 1600 генералов, офицеров и солдат получили звание Героя Советского Союза. Орденами и медалями награждено более 400 тысяч воинов и партизан. 13 февраля указом президента Беларуси Александром Лукашенко установлена юбилейная медаль «75 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Награда будет присуждаться ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим узникам фашистских лагерей, а также лицам, внесшим значительный вклад в героико-патриотическое воспитание граждан и увековечение памяти павших. Также в апреле-май 2020 года отдельным категориям граждан выплатят единовременную материальную помощь в размере от 700 до 2500 белорусских рублей. Предполагается, что в Беларуси ее получат около 20 тысяч человек. Память о страшных событиях 40-х годов прошлого столетия хранят безмолвные свидетели. На территории Беларуси сегодня насчитывается около 9 тысяч памятников и захоронений времен Великой Отечественной войны. Они входят в военно-исторические маршруты и экскурсии, но главное – являются святым местом почитания погибших, вечным напоминанием о том, насколько бесценно мирное небо над головой. Ежегодно открываются новые имена героев, захоронений, новые факты об уже известных памятных местах. Немалый вклад в эту работу вносят поисковые отряды. Это целое движение, которое объединяет неравнодушных к истории своего народа людей. Такие есть и в Новополоцке. Они продолжают дело известных предшественников. В средней школе номер 2 Новополоцка здесь в 1989-м зародилось поисковое движение. Его инициатором и несменным куратором стала Евгения Анатольевна Трапезникова. Привить школьникам дух патриотизма и вовлечь ребят в такое важное дело, как сохранение памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, восстановление памятных мест и захоронений. Евгения Трапезникова руководила отрядом «Красные следопыты» и была председателем школьного военно-патриотического клуба «Разведчики воинской славы». Несмотря на то, что в отряд входили юные ребята, результаты их труда совсем не детские. В Полоцком районе на основании поисковой и исследовательской работы разведчиков воинской славы установлено 11 памятников и три мемориальные доски. Начатые Евгения Трапезникова и ее воспитанники продолжают и сегодня. Вот один из них – Максим Попов. Первая вахта памяти для юноши прошла в 1998-м. «Захоронение, которое уже просто заросло, там не было никаких обозначений, просто приехали установить мемориал какой-то. Мы собирали камни в реке Палате, помогал, помню, нам завод НЖБ, какие-то там вещи. Мы создали сами вот этот памятник. Евгения Анатольевна на тот момент, где заказала памятную доску мемориальную, делали открытие. Помню, жители были настолько благодарны местные, что привели в порядок этот мемориал». Четверо новопалачан – Попов Максим, Волоченко Алексей, Вяльцев Андрей и Майоров Андрей. Выходцы патриотического движения второй школы сегодня активно сотрудничают с Общероссийским общественным движением «Поисковое движение России». Вахты памяти, военно-исторические экспедиции они совмещают с работой на заводе. «Цель, конечно, найти, чем больше бойцов мы найдем в веке, чем память, и сохраним память, и опять-таки установить имена. Найти солдатский медальон, определить имя, хотя это очень трудно. Многие не заполняли просто его, как это было, поверье, может быть, боялись. Но, тем не менее, дается найти последнее вахты памяти в Ларкировском районе Ленинградской области. Он назывался Волховский фронт Апраксин, военно-патриотическая экспедиция. Было поднято 109 бойцов около обороны. Хотя погибших на этих местах было от 27 до 29 тысяч. И вот 109 бойцов, из них установлены имен только 9-й. У Андрея Вяльцева на войне погибли оба деда. Надежда найти останки и увековечить память одного из героев появилась в 2016-м, когда местные жители под российским ржевом сообщили о фактах крушения в годы войны здесь самолета. К поднятию самолета подключилась международная команда. Установлен номер двигателя, найден медальон. После изучения архивных материалов и сверки найденных останков личность замкомандира летной эскадрильи не подвердилась. Но поиски на этом не закончены. Здесь не только поисковое движение России, но есть непосредственно отряды, которые занимаются именно тем, кто погиб во время войны, именно полетчикам. Это крылья России. И вот они пошли в архив, нашли последний, когда был его конкретно боевой вылет, на чем вылетал. Хотя у них была бомбардировочная эскадрилья, но здесь произошла какая-то неувязка. В архивах было то, что он вылетал на штурмовике. Вот последний бой его. Поэтому здесь вот дальше у них продолжается работа. За плечами этих людей десятки установленных имен героев Великой Отечественной войны. Восстановление памятных мест, мемориалов, поиск сведений о солдатах, восстановление фактов и событий Великой Отечественной войны. На вопрос «Зачем?» Ответ простой. Я считаю, что это долг. И война не закончена, пока не похоронены последние солдаты, пока не установлены. Где кто и как погиб. Поэтому я думаю, что это нужное дело, для которого время и сил не жалко потраченных. Что касается Беларуси, основная работа здесь – архивные исследования, сверка информации, изучение общедоступных порталов и баз, которые хранят имена погибших. Вот это один из наглядных примеров результата такой работы. В Новополоцке нашлись родственники фронтовика, чей портрет десятки лет хранился в фондах Музея Победы в Москве. Уникальному событию предшествовала непростая поисковая работа. Все в рамках сотрудничества поисковиков Музея истории и культуры Новополоцка, а также Музея боевой славы средней школы номер два с Музеем Победы в Москве. Карандашные портреты белорусов экспонируются впервые. В Новополоцке родственникам вручили копию портрета их героического предка. Папа вернулся в Десну после войны. Дома не было. Родители расстреляны, братья и сестры расстреляны. Они сейчас лежат в Десне в братской могиле, где расстреляно 3800 человек. Работал. Ну, потом война сказалась, конечно, на здоровье. И в 87-м году ушел из жизни. Немало уникальной информации о героических фактах участников Великой Отечественной войны сегодня хранят и фонды Музея боевой славы средней школы номер два. Евгения Трапезникова собрала около тысячи анкет, писем с воспоминаниями, фотографии, которые на протяжении нескольких десятилетий собирались учениками поисковой группы «Красные следопыты». Для систематизации сохранности имеющегося материала, для того, чтобы они стали более доступны широкому кругу людей. Совместно с сотрудниками, студентами и магистрантами кафедры истории и туризма гуманитарного факультета и факультета информационных технологий Полоцкого госуниверситета сегодня создается научно-образовательный проект «Полоцкое освобождение память». Это будет интернет-платформа, на которой будут размещены анкеты. Эти анкеты писали раньше ветераны красным следопытам. И в этих анкетах, если их посмотреть, открыть папку, вот они у нас здесь собраны, их большое количество, можно найти и узнать. Ветераны войны анкеты здесь заполнены, как звали человек. Здесь он оставлял все свои данные. И самое интересное, конечно, что для нас – это воспоминания о войне. Цель проекта – предоставление информации о погибших солдатах Красной Армии и местах их захоронения, и о фронтовиках, оставивших после себя воспоминания о событиях освобождения Полочины летом 44-го. Основу базы данных составляют анкеты, письма с воспоминаниями, фотографии. Кроме того, представлены паспорта братских захоронений на территории города Полоцка пока по состоянию на 2017 год, истории формирования и боевого пути воинских частей, принимавших участие в освобождении от нацистов территории Полочины. Как оно будет выглядеть, это будет вот такая вот тоже представлена анкета, вот видите, все они заполняли ее по-разному. Кто-то и в молодости, как вот был он, да, фотография, кто-то был уже, как он потом, да, после войны. И вот будет оно выглядеть, это будет анкета оцифрованная и будет как бы набранная тоже, ну, не вручную, но напечатанная. Будет для общего использования, да? Да, для общего использования, для широкого круга. Вот почему решили сохранить первоначальный вид, как выглядела эта анкета, потому что решили, что все-таки и почерк будет родным интересен, как он выглядел и как заполнял. Поэтому решили сохранить и в оригинальном это будет виде, и в электронном. Подобная единая база есть в Беларуси по учету воинских захоронений и мемориалов памятных мест. Социальный проект «Помним» – это бесплатная общедоступная база поиска мест захоронений Беларуси, которая дает возможность любому человеку быстро и бесплатно найти места захоронения родных и близких. Подобный единый свод памятников и захоронений Великой Отечественной войны в 2020-м появится и на Витебщине. По официальным данным, сегодня в Витебской области находятся 1450 воинских захоронений. В них покоятся около 400 тысяч освободителей. Мне приятно отметить, что на всех наших захоронениях, которые находятся на территории Витебской области, постоянно прибывают гости со всех бывших республик Советского Союза и за рубежа. И очень часто, конечно, это и казахи, это киргизы, татары, башкиры. Поэтому сегодня сказать, какие еще гости побывают, я бы не стал говорить, потому что нет, наверное, действительно ни одного дня, ни одного праздничного мероприятия, либо скорбного мероприятия, на которых бы не были представители этих всех национальностей. Приезжают уже не только внуки, в основном тоже приезжают правники, то есть уже даже четвертое поколение приезжает, чтобы отдать дань памяти. Семь захоронений времен Великой Отечественной войны на территории Новополоцка. За всеми памятниками закреплены предприятия, организации, учреждения образования. Их восстановление, поддержание в должном состоянии, работа ежегодная. В 2019-м, например, на эти цели направлено порядка трех тысяч белорусских рублей. Краеведы продолжают устанавливать новые имена погибших на территории Витебской области. В 2019-м в области проведена сверка фамилий погибших по всем воинским захоронениям в разрезе каждого района области. Мы продолжаем открывать новые фамилии, новые имена. То есть через 75 лет люди узнают, где похоронены их бабушки, дедушки. То есть те, кто действительно вот эти все годы искали какие-то весточки. Работа эта продолжается. И хочу сказать, что к 75-летию, как и поставлена задача, все наши воинские захоронения будут в достойном состоянии. За 2019-й год мы вскрыли новых более трех тысяч фамилий и более шести тысяч нанесли на мемориал Аберийский. Всего на 1 июня 2019 года на территории Беларуси зарегистрировано 7 732 воинских захоронения. В автоматизированный банк данных Книга памяти Республики Беларусь внесены учетные записи о местах захоронений более 2,5 миллионов погибших. Сведения установлены только о 500 тысяч из них. В Новополоцке более месяца назад начал работу Оргкомитет по подготовке и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Запланировано множество различных проектов и мероприятий, приуроченных памятной дате. Реализация многих уже началась и, конечно, особое внимание в эти дни ветеранам. Сегодня в Новополоцке проживает 41 участник Великой Отечественной войны и 162 узника фашистских концлагерей. За каждым закреплены шефы предприятий организации Новополоцка. Работа по сверке списков проводится ежегодно. Сегодня Управление по труду проводит сверку списков и определяет те предприятия, с которых люди уходили на пенсию в нашем городе и проводим закрепление за этими предприятиями. Если же узники прибыли в наш город с других городов, регионов и заканчивали свою работу на других предприятиях, все равно эта работа будет проведена и предприятия будут закреплены, которые в течение всего этого периода будут оказывать внимание, ну и где-то и поддержку узникам. Условия проживания и выявление потребностей ветеранов на контроле у социальных работников территориального центра социального обслуживания населения. К сожалению, с каждым годом участников и свидетелей войны становится меньше, ведь те, чью жизнь коснулись событий Великой Отечественной войны, в большинстве своем перешагнули рубеж в 90 лет. Так же, как и Валентина Подоград, услугами социального работника узник фашистских концлагерей пользуется уже не один год. Социальный работник для меня сейчас это все. Стала пользоваться я в тот момент, когда вот со мной приключилось, я сломала шейку бедра, у меня была операция и я оказалась одна, одиношенькая. Никого здесь родственников нет у меня, только вот знакомые, друзья. Война застала Валентину Александровну 13-летней девчонкой в Псковской области России. В 1942-м попала в Германию, где и находилась до Победного 45-го. В Новополоцк привез супруг, делится женщина Николай Иванович, ветеран Великой Отечественной войны, ушел из жизни в 2006-м. Своими воспоминаниями, переживаниями, да и проблемами теперь делится с социальным работником. В этом доме Анна Бурзыка – гость всегда желанный. Сюда я прихожу три раза в неделю. Ну, где-то убираемся, где-то продукты, где-то лекарства, где-то коммунальные платежи, вот где-то что-то помыть, помочь. То есть отталкиваетесь от нужд человека? Да, да. То, что в этот день человеку надо, то и согласно нашего контракта, согласно наших условий работы, то мы и делаем. В Новополоцке активно проводится сезонное обследование социально-бытовых условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны и узников фашистских коцлагерей. После будет сформирован своеобразный план оказания помощи. А это Сергей Наумович Хацкевич. Он войну встретил с 14-летним мальчишкой, а сегодня уделится с молодыми ребятами своими воспоминаниями о войне. Среди рассказанного – история о том, как ему пришлось на санитарной повозке доставлять раненых партизан в госпиталь. Сергей Наумович сам не понимает, откуда они брали силы в эти сложные военные годы. Я такого в жизни еще не припоминал никогда. Я отошел к этой повозке, в эту грязь. Вперся в эту повозку. И с моей груди вырвался такой отчаянный, ну даже с какой-то страхом, крик «Тащи!». История войны не по сухим фактам учебников, а из первых уст очевидцев того страшного времени. Всю информацию, полученную в ходе встречи с ветераном, школьники внимательно слушают и записывают на диктофон. Ведь из таких маленьких рассказов уже скоро, благодаря активистам Белорусского союза молодежи, будет издана книга. Этот проект очень важен для меня, потому что на данный момент осталось очень мало свидетелей той ужасной войны. И мы должны засвидетельствовать как-то те данные, которые они могут нам рассказать, для того, чтобы передавать их с поколения в поколение. Для меня этот проект очень важен, потому что я считаю, что важно помнить про войну и очень важно говорить непосредственно с человеком, который участвовал при этих событиях и которые, собственно, глазами наблюдали всю эту жестокость. И очень важно знать все это и помнить, потому что благодаря им мы живем сейчас. В этом году основной акцент сделаем на сохранении памяти о той войне, о сохранении памяти о том героическом подвиге, который совершило наше старшее поколение. И с этой целью было принято решение написать книгу под названием «О них написано не все», где рассказать о ветеранах, тружениках тыла, малолетних узниках, о их биографии, их подвиге, о том, что несмотря ни на какие сложные, страшные условия в ходе Второй мировой войны, они выстояли и победили. К слову, к работе по написанию книги помимо школьников уже подключились студенты и работающие молодежь. Также активисты Белорусского республиканского союза молодежи примут активное участие в множестве проектов. «Цветы Великой Победы», совместный проект с белорусской железной дорогой «Поезд памяти» по маршруту Витебск-Минск-Брест, а также проект «Сестры Хатыни» с посещением мест сожженных деревень. Также молодежью будет реализован автопробег по местам боевой славы Витебской области с посещением Обольского музея Комсомольского подполья. От школьной молодежи поступило предложение, и оно было поддержано с размещением табличек возле мест захоронения мемориальных комплексов с помощью QR-кодов, чтобы молодые люди и все приезжающие к этому памятнику могли получить объемную информацию о нем. Помимо прочего, для школьной молодежи и учащихся колледжей Музей истории и культуры Новополоцка предложил новую и интересную форму работы – городской интеллектуально-познавательный турнир 75 мирных лет. Викторина позволила ребятам проверить накопленные знания и приобрести новые в интерактивной и увлекательной форме. В турнире приняло участие 17 команд, самой эрутированной оказалась команда «Альфа» средней школы номер 7. Помимо турнира, сотрудники Музея истории и культуры Новополоцка подготовили множество проектов, приуроченных к памятной дате. В череду памятных мероприятий, приуроченных к 75-летию Великой Победы, открыла выставка «Фронтовой портрет судьба солдата». Открытие состоялось в январе 2020 года. Этот проект можно считать уникальным не только для нашего города, но и для республики. Он является результатом подписания соглашения о сотрудничестве между Московским Центральным Музеем Великой Отечественной войны и Музеем истории и культуры города Новополоцка. В дальнейшем, в апреле, планируется еще одна совместная выставка, на которой будут помимо портретов представлены и военные плакаты, созданные художниками и поэтами, которые работали в Российском телеграфном агентстве. Помимо этого, в феврале стартовал еще один масштабный общегородской проект «Письмо в Победной 45-й». Принять участие в конкурсе могут все желающие школьники с 8 по 11 класс, а также учащиеся первых и вторых курсов средних специальных учреждений. Написать письмо в Победной 45-й могут не только те, чьи семьи коснулись события войны. Каждую, у кого есть слова для солдата на фронт, могут положить их на бумагу. Итоги будут подведены в апреле. Награждение победителей в различных номинациях состоится накануне празднования 9 мая. Также сотрудники музея в этом году готовят к публикации вторую часть сборника воспоминаний о Великой Отечественной войне, малолетних узников фашизма, свидетелей Великой Отечественной войны. Как известно, презентация первого сборника «Память войны стучит нам в сердца» состоялась летом прошлого года. В мае этого года планируется публикация второй части. Также и в телевизионном пространстве появился новый проект, приуроченный знаковой дате – 75-летию Великой Победы. В ноябре 2019 года телепрограмма «Вектор ТВ», проведя рембрендинг, запустила в эфир военно-патриотический телеканал «Звезда». Наполняют канал художественные и документальные фильмы, программы и передачи военной тематики, научно-популярные, публицистические и детские программы. Помимо множества реализованных и планируемых проектов, Новополоцким городским советом-депутатам была принята концепция оформления города Новополоцка к 75-летию Великой Победы. Утверждена праздничная эмблема, которая в ближайшее время появится у нас в городе на торговых объектах, на витринах, магазинах, в учреждениях города Новополоцка, а также на предприятиях нашего города. В концепции запланировано размещение праздничных тематических баннеров с поздравлениями 75-летия Великой Победы. Исходя из специфики нашего города, определены три основных въезда, на которые будет сделан акцент по оформлению и праздничному украшению нашего города. Задействован будет наш центральный перекресток по оформлению города. Также основной упор будет сделан на праздничное оформление нашей центральной площади строителей, где будут проходить основные массовые мероприятия. Специалистами архитектурно-производственного бюро проведена огромная работа по разработке праздничного оформления Новополоцка ко Дню Победы. Во всем городе объекты будут напоминать о памятной дате. Различные флаговые композиции, декоративные украшения и поздравления от предприятий на билбордах. Это и многое другое ожидает новополучан на улицах города. В городском парке культуры и отдыха предполагается размещение тематических фотозон и подворий предприятиям и учреждения нашего города. Также запланировано праздничное оформление района Боровуха, где также будут проходить мероприятия, посвященные 9 мая. Помимо прочего, к праздничной дате будет оформлен автобус на тему 75 лет Великой Победы, который примет участие в торжественных мероприятиях 9 мая. К слову, программа праздничных мероприятий в День Победы в Новополоцке уже разработана. Традиционно утром 9 мая в микрорайоне Боровуха пройдет возложение цветов и венков к мемориальному комплексу «Звезда». После чего на главной улице города Новополоцка состоится акция «Они сражались за родину» в рамках общереспубликанской акции «Беларусь помнит». Кстати, в прошлом году в Новополоцке в этой акции приняли участие почти тысячу человек, и с каждым годом количество участников растет. В этом году их планируется еще больше. К слову, подготовка к акции уже началась. В этом году сотрудники музея уже традиционно будут заниматься сбором и обработкой информации, которая будет предоставлена жителями города, учреждениями, организациями нашего города. Ну и таким образом состоится вновь проведение этой акции накануне Дня Победы. В каждой семье вспоминают всех тех, кто защищал нашу родину. В День Победы белорусы традиционно выйдут с портретами своих родителей, дедушек и бабушек, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, чтобы вновь почтить память героев. По завершению республиканской акции в Новополоцке на площади строителей пройдет концерт поздравления, а после площадкой праздничных мероприятий станет городской парк. Новшеством таким мы предлагаем в этом году провести праздники микрорайонов. Мы определили таких микрорайонов пять вместе с Бараухой. Как правило, на территории школ пройдут такие теплые, теплые именно дворовые праздники, в которых примут участие учащиеся школ, детских садов, ближайшие учреждения культуры. Уже известно, что вечером в День Победы на главной площади города, площади строителей, состоится праздничный концерт с участием звезд белорусской эстрады и завершится праздник в Новополоцке ярким фейерверком. На этом у меня все. Напомню, что наши программы можно просмотреть в социальных сетях и на YouTube-канале, а также на официальном сайте Новополоцка. Спасибо за внимание и до новой встречи через неделю. Новополоцка. 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 Редактор субтитров А.Семкин